Решение стокгольмского арбитража по обоюдным искам нафтогаза и Газпрома может быть вынесено уже 30 июня. Об этом заявляют в Газпроме. Напомню, претензии газовых монополистов друг к другу оцениваются в сумму более 60 миллиардов долларов. Речь идет о споре вокруг цены газа и условий транзита. Однако многие украинские эксперты сомневаются в том, что Украине удастся выиграть этот спор из-за бездействия руководства нафтогаза. Между тем, в самой компании готовятся к банкротству. Чем это может грозить украинцам и кто заинтересован в том, чтобы проиграть это дело? Разбирались мои коллеги. Уже летом стокгольмский арбитраж может озвучить решение в одном из самых дорогих коммерческих исков за всю историю – деле нафтогаза и Газпрома. Этот спор начался еще в октябре 2014-го. Тогда нафтогаз потребовал от Газпрома вернуть часть денег, которые Украина якобы переплатила за российский газ. А заодно заплатить за невыполненные договора по транзиту. В российском газовом монополисте тоже ответили. Требованием оплатить газ, который мы не покупаем уже два года. Хотя по контрактам должны. С боку Газпрому это почти 34 миллиарда долларов. С боку нафтогаза это почти 24 миллиарда долларов. Для топ-менеджмента нафтогаза дело стало поводом для пиара. Чтобы создать позитивный имидж в этом споре, в нафтогазе даже наняли лоббистов из известной бельгийской компании Кабинет Диэн. Засекретить журналистов стоимость таких услуг. А глава газового монополиста Андрей Коболев решил обзавестись бронированным мерседесом за 5 миллионов гривен. Якобы из-за угроз от Газпрома. Правда, когда об этом узнали журналисты, резко передумал. Однако, несмотря на пиар, уже в марте этого года оказалось, к делу нафтогаз попросту не готов. А доказательства для суда в компании не предоставили. Нафтогаз, насколько я знаю, они подали в суд документы. Они подали документы о том, что ведутся военные действия, проводится антитеррористическая операция на сходе Украины, чтобы промышленность скоротила споживание газа вдвече. Но суд эти пропозиции отхилил, потому что это не предметом спора. Есть предметом спора сама суть контракта. На жаль, позиции Газпрому, они более просто подкреплены контрактом. Именно ухудшение ситуации в стране стало главным аргументом топ-менеджеров нафтогаза, заработавших за прошлый год 90 миллионов гривен зарплаты премий. Уже в марте этого года коммерческий директор НАК Юрий Витренко, которого журналисты связывают с миллиардными схемами по реверсу газа в Украину, заявил, компания готовится проиграть суд. Более того, требования Газпрома могут еще вырасти. В случае проигрыша мы можем потерять порядка 80 миллиардов долларов. Страшен не сам факт решения, а те последствия, которые возникнут для компании. Потому что компания достаточно сильно закредитована на сегодняшний день. И более того, она является одним из ключевых маяков в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. То есть, по сути дела, это обрушение системы международного кредитования, международной финансовой помощи, можно называть это как угодно, со стороны западных партнеров. Проигрыш будет означать не только срыв сотрудничества с МВФ, а по сути потерю нашей газотранспортной системы, которую суд может обязать отдать Газпрому в качестве выплаты долга. Это будет означать, что газ для населения сможет подорожать в несколько раз. А долг придется долгие годы возвращать за счет простых украинцев. В самом «Нафтогазе» заявили, что в случае проигрыша компания станет банкротом. Однако явно не ее топ-менеджеры во главе с Андреем Коболевым, увеличившие себе за прошлый год зарплаты в 13 раз. В то время как половине страны попросту нечем платить за газ из-за высоких тарифов. Дивным чином співпали две цифры. Заборгованість населення по коммунальних платежах 26 мільярдів. Прибутки «Нафтогаз» 26 мільярдів. Я думаю, що це вже нікого не дивує, бо в даному випадку посередник реально наживається на населенні, заробляючи мільярди і мільярди, які не зрозуміло, куди потім ідуть. Не окажуться ли эти деньги на лазурном побережі, или в виде яхт і вил на солнечних берегах Сардинии, или других злюбленних местах українських олигархів, пока вся країна рискує погрязнути в долгах, предстоит проверить правоохранительним органам. Як і то, не намеренно ли топ-менеджмент «Нафтогаза» ведет це дело не в пользу України? Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробності телеканал «Интер».